Сегодня вечером торжественно открыли Екатерининский парк. Его устроили два года. Огромный парк в центре столицы еще будут дополнять и развивать. Ну а сегодня все началось с открытия памятника Екатерине Великой. С подробностями Владислав Лукаш. Имя Екатерины не зря дали новому парку. Именно она подписала указ о создании нового города на Днестре, города Тирасполь. Несколько дней назад бронзовый монумент двухтонный был установлен здесь, на самом видном месте в центре Тираспольна, против памятнику Суворову. Ну, фото успели просочиться в сеть, поэтому многие уже успели заметить, какая она бронзовая Екатерина. Сегодня памятник Екатерины вместе со всем парком открыли. Величественная, державная гордость за свою землю, за ту историю, которую нам даровал. Прекрасная, конечно. Она заслужила такую память. Парк занимает большую территорию с двух сторон площади. Здесь есть и макет Тираспольской крепости, сами стены, хозпостройки. То, как это все выглядело более двух веков назад, когда здесь построили срединную крепость под руководством Суворова. Инженером тогда выступил Девалан. Здесь, кстати, в Екатеринском парке в честь Девалана и назван сквер. Сегодня здесь прошла такая своеобразная реконструкция быта и антуража Тираспольской крепости. Хотел показать ребенку макет крепости. Думаю, ему будет интересно. Ему понравилось. Пока ему нравится. Появился новый выставочный зал. Здесь будут проходить выставки. Первая экспозиция, конечно, посвящена Приднестровью. Созданию республики, истории, государственным символам. Здесь очень много фото, документов, манекенов. Есть образцы продукции главных предприятий страны. Экспозиция собиралась не только из фондов Тираспольского музея. Помогали все министерства и ведомства республики. Этот красавец-паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики является одним из самых важных, значимых символов нашей государственности наряду с гербом, гимном и флагом. И, конечно же, это то символ того, за что, собственно, мы и боролись. Чтобы каждый мог с гордостью назвать себя. Я гражданин Приднестровской Молдавской Республики. Совсем рядом грот, здесь есть питьевые фонтаны. А вообще в парке очень большая спортивная зона. Есть беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, огороженная футбольная площадка. Причем даже после открытия парка все это будет дополняться и шлифоваться. Ну и куда же без воды? Здесь есть пруды, фонтаны, есть центральная фонтанная аллея. Сегодня президент поучаствовал в открытии вот этой так называемой фонтанной площади. Сегодня также постарались в парке воссоздать такую особую атмосферу конца 18 века, времен Екатерины II, чтобы каждый, кто пришел сегодня в парк, смог ее прочувствовать. Пытаемся поддержать атмосферу, как будто бы посетители парка Екатеринского попали в эпоху Екатерины II. Ну и в завершении на новой сцене Екатеринского парка прошла торжественная церемония награждения государственными наградами. Об этом уже расскажем подробнее завтра. С открытия Екатерининского парка Владислав Лукаш, Андрей Овчинников, ТСВ.